то есть некие ну именно там скобки либо просто троечка либо их силе какие то оскорбление сейчас будут модерироваться то есть в принципе за культуру и за взаимоуважение так значит в среду был открытый вебинар был был список достаточно интересных тем но мы вопросы-ответы, вопросы-ответы достаточно ушли от направления которые должны были рассмотреть поэтому в среду их всего будет 3, может даже 4 если необходимо будет в среду в 20.00 приходите 24 февраля на следующий ну собственно два в одном так я ну не помню на каком вебинаре после этого онлайн говорил, что почитывал литературу опросов авторитетных экономистов финансистов Америки вот и они давали прогноз на 2015 год какие они события ждут и давали список событий, которые они ждут в 2016 году Вчера достаточно активно обсуждался вопрос выхода Британии да и собственно уже нефть даже потихонечку хоть на второй план по важности вопросов вот то есть сейчас будут накалять обстановку максимально любым любыми способами вокруг этой Британии и ну в их ожиданиях еще Меркель должна подать в отставку вот выход в Британии Меркель дает в отставку бросает Евросоюз в разрухе и веселая история у Евросоюза заканчивается в общем ну посмотрим уже как бы только февраль уже подходит к концу уже одна из важных событий происходит я удивился очень сильно так за этот день у нас да открытый инвес сейчас возьмем за неделю посмотрим фондовую и сейчас еще новости рассмотрим так если у кого то идет война если разваливается какие то союзы в Америке все хорошо в этот момент это уже просто исторически такая закономерность вторая мировая война в Америке работает промышленность все тип топ вот собственно смотришь за неделю столько ужасов таких прошло в мире microsoft плюс пять процентов хомко плюс четыре джепи морган четыре удивительный народ так на планете ну в принципе там тоже более-менее слава богу как то совсем не старается формат фармацевтик это точно вот так более-менее значит фул но здесь неделя для фондового рынка это песчинка в пустыне здесь надо смотреть минимум за квартал смотрим за три месяца вот вот такая вот картина за квартальчик у нас достаточно все печально особенно удивило очень финансовый сектор пошла там бак минус 30 процентов я несколько раз даже посмотрел вот это они вообще как бы даже не не акцентируют внимание на на банков америка что там минус 30 процентов за три месяца зато там volkswagen немецкие компании прямо вот до костей их ну то есть удивительно эти монополисты информационные city group минус 27 то в 2008 году уже начали люди из окон выпрыгивать не пусклёбов ну это как говорится все все относительно так ну в общем такая картина по фондам абсолютно ну в принципе с точки зрения фундаментальных факторов такая она и должна быть напечатали кучу денег раздавали всем кредиты и никто их не отдает вот собственно молодцы вот так теперь помимо британии меркель и еще и фомком была на этой неделе которая совсем немножко создала волатильность в понедельник еще был президентский день ну такая неделя я думаю существенно она ну не только там показывала более-менее хоть какие-то попытки понедельник 22 февраля 23 февраля праздник день защитника отечества так что с наступающим всех защитников отечества у вас понедельник 2 выходной написано в экономическом календаре работать и торговать в эти дни запрещается не разрешается вот поэтому будет вторник ВВП Германии по штатам продажи нового вторичного жилья в течение недели и в четверг будет по Британии квартальный годовой отчет по ВВП и в пятницу закрывает неделю 26 февраля квартальный ВВП штатов вот так вот ну я думаю начнут еще все это подогревать распадом евросоюза потихонечку распадом евросоюза еще осталось торговаться ну вернее заканчивается текущий контракт уже две с половиной недели три до 15 марта совсем чуть осталось буквально вот две недели последние две недели и таких контрактов ну рекомендую не не лезть в торговлю если заработали все пускай они полежат денежки посчитайте их вот дебит кредит и лучше отдохните ну когда как бывает очень паскудные последние две недели бывает работают в режиме нормы здравствуйте вот под через две недели экспирации долгосрочники крупные точно размещаться не будут смысл если через две недели закрываются уже официально по экспирации эти все контракты вот поэтому могут и объем даже немножко упасть в последние две недели и в основном будет выход из позиций и переброс их контрактов на новых контракт июньский так конечно накрутил я так это S&P да с 14 12 по текущий день невада первый раз вроде на первом месте за контракт ну еще две недели но у него в принципе убежал он даже если с первой маржой с плечом достаточно неплохо потом paper trade тоже хорошенько удивил серийность 50 на 50 на 50 и это все равно закрывается контракт плюс это уже доказано серийность рюрик до сих пор в шортах где же он шортил сейчас быстро пробежимся по рейтингу и к инструментам Так, раз, 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 раз. Вот так вот. Все, если контракт уходит ниже, там первые сессии были объемные, и вот они их пробило, скорее всего, прям с такой мыслью, либо же забыл стопос забрать, потом уже унесло, решил не менять. Ну, это если будет в чате, может вспомнить, как там это все получилось, тоже активный трейдер, Life is so short, целое предложение, тяжело запомнить, неплохая серийность в этом контракте, 58 сделок 36 в яблочко, Buzz Lightyear, более-менее хорошая серийность, 33 сделки, 15 плюсовые, чуть-чуть с перевесом на отрицательную, но все равно. Так, Carlos, ого, сколько сделок, что ж так много-то, получается. Серийность отличная, но сделок полтысячи сделок, даже. Там тестировали, либо же прогоняли, что-то серьезненькое, такое, очень активное, трейдер, у которого история в рейтинге, наверное, уже больше года или полтора, причем последние три контракта, ну, в списках двадцатки так точно фигурируют по разным фьючерсам. Дизель появился вот недавно, и вон с неплохой серийностью заканчивает контракт, потом новый трейдер ТОТ-88, и в принципе, неплохо. Ну, остальные периодически попадаются, ну, я почему-то удивлен, что на S&P столько сделок открывается, 500 сделок, 300 сделок, 500, раньше такого не было, ну, там 40-50 сделок, ну, и 500. Так, ладно, идем на РТС, тут без вопросов, первое место у Гурова, АВ трейдера, более-менее серийность стабильная, и ушел от Good Traders достаточно хорошо, но если выбирать между двумя инвест-компаниями или хедж-фондами, там, АВ Гуров и Good Traders, у Good Traders ни одного промаха, а у Гурова и Эквити болталась, поэтому, наверное, я бы выбрал более стабильных на рынке. Так, потом Леон, здесь, наверное, от обратного идет торговля, но, судя по статистике, серийность говорит, что сопровождает позицию долго. Алекс Орен, ничего себе, Алекс Орен на курсе стратегии еще учится, если не ошибаюсь, он сегодня уехал на лыжах кататься. Да, всего лишь 20 сделок уже успел открыть, 16 плюсовые. Ну, в общем, привет, Алексей, если ты в чате. Max, тоже хорошая серийность, 68 сделок плюсовые, если это тот Max, который был на профкульсе, то отличные изменения. Так, Everest, Profit 2015, отличная серийность. Смотрите, по РТСу прям все как на подбор. Вито Андолини, известный финансист, в десятку попал. В десятки. И серийность-то неплохая. 20 сделок, 12 плюсовые. Отличная серийность. Приятно, приятно видеть студентов. Фин тоже тут. Так, ну, на самом деле по РТСу это достаточно серийность такая очень-очень, ну, позитивная. То есть, достаточно мало сделок стали открывать трейдеры и, ну, качество улучшилось. Раньше было совсем наоборот, на S&P было мало сделок. А на РТСе много и все корявые. Ну, неплохо, неплохо. Отлично, 47,19. 10,7. Супер. РТС, ну, по серийности, доходность, конечно, и больше была на трендовых таких контрактах. Ну, все равно здесь как бы по чуть-чуть, но стабильно. Чем один раз. Так, и не стабильно. Мишка Мед снова вот первый. У него своеобразная стратегия. 60 сделок, 20 плюсовые. Но в отрыв ушел достаточно серьезно. Я думаю, интересные сделки его потом уже под завершение, ну, разных интересных трейдеров, в которых либо качественное открытие позиции и хорошее сопровождение, либо какой-то уникальный подход. Я думаю, сделаем скриншот этих сделок и авторы этих сделок прокомментируют их как-нибудь. Так, L-Bank тут тоже стабильно. Видите, на одного каждый шестой трейдер или седьмой скальпируют. Остальные вот уже, причем я смотрю, те, кто чем больше с платформой Wolfix работает, тем меньше сделок стараются открывать, потому что статистика есть статистика. Так, пирамида. 909 сделок. Там комиссионных, наверное, было. Так, по еврику тоже более качественнее стали работать. По хвальным. Так, рубль. Так, рубль у нас. Alex01. На прошлом вебинаре, ну, WallSuite Online он вроде был. Или в среду он приходил на открытый вебинар. Вот, хорошая серийность. 21 сделка. Для нас плюсовые. При такой серийности контракт закрывается плюс, если не делать глупостей. Рюрик в прошлом контракте тоже был. Или портестом в лидерах или же по рублю. Маркуша активный, активный. Серега. Новый появился трейдер. Серега. 27-80. О, девушки начали уже побеждать. Смотрите. У нас есть девушка Яра 57 сделал 33 плюсовые. Неплохо. Снова Гуров. Правда, они на первом месте. Наверное, как джентльмен уступил. Даме лидирующее место. Опять же, Маркуша. Серсин. Финн. Стабильно идет. И... Ну, вот есть даже новый трейдер. Это хорошо. Так. Двадцатка такая, в принципе, неплохая. Таких прям сверхскальперов нету. Отлично. Так. И еще все. А, фунт хотел еще посмотреть и бум. Смотрите. Так. На фунте здесь не особо. Мало трейдеров совсем. Видно. Не уделяем внимания фунту. Никто не торгует им. СНП. СНП. Добрый вечер. СНП. Добрый вечер. Как раз уже достаточно участников в чате. Еще раз напомню. На следующий вотсайт онлайн, когда будете заходить в комнату, укажите свое имя и в скобках ник и трейдерс рейтинг. Т.е. Которые у вас указаны здесь. Если у вас, допустим, вы не пользуетесь платформой WolfX, просто имя. Просто имя. Если, допустим, не хотите указывать, не страшно. Просто понятно, если там зачитываются результаты рейтинга какого-то трейдера, и он сейчас в чате, можно какие-то вопросы задать. Почему так открыли позицию, не закрыли раньше либо позже. В общем, такое обсуждение. И начнем. Так. Номер один сопротивление на этой неделе 30 по 41. В принципе, даже если поставить 45, то достаточно-таки период двух дат очень жестокий был по 45 год. Ну, в общем, может совпали так цены, может быть и нет. Не пробили этот уровень сопротивления. Причем еще, когда в январе сразу зашли там на хорошем объеме толкнули цену. Затем в конце января не пустили. И вот уже получается у нас второй подход к этому уровню. И ликвидность, как видите, не такая уж и огромная. То есть те моменты, когда разворачивали, там перед разворотом 3-4 сессии идет на хорошей ликвидности. В последнее время у них такая вот закономерность. Перед важным разворотом 3-4 сессии идет на повышенных тонах. А это смотрю, что тут вроде стоят у максимума, должны наоборот подбрасывать топливо. А топлива нет, ну, в таком количестве. Ну, в общем, будем следить. Этот уровень топлива может не хватить. Ну, для американского фондового рынка, им на руку, когда в Евросоюзе будет происходить какой-то негативный для финансового рынка фонд. Будут просто вкидывать в американский, в американский либо китайский. Ну, так как они сейчас просто в черных тонах показывают китайский фондовый рынок и европейский. Естественно, в их фондовый рынок будут вкидывать кэш-финансисты. Уже даже на арабский рынок не бросишь, потому что нефть по 20 долларов. Могут и у них просить как бы акции, поэтому будут американский рынок вкидывать. Посмотрим. Ну, в общем, уровень есть и две сессии, если даже не брать текущую, еще не закрывшуюся. То есть тут полсессии среды и вся сессия четверга висели на флете на максимуме недели. Вот этот коридорчик 14 по 23 возьмем в качестве такого ядра недели. может чуть-чуть расшириться на 1,5 доллара по завершению пятницы, если будет какая-то аномальная активность по объему, но несущественная. Базовая локация, от чего отталкивались на покупку, вот первый раз и второй, вот 35 по 1850. Снятие с топорей, это у нас получается четвержок был, и просто, ну, поспешный, очень поспешный выход на покупки. Как-то так достаточно уверенно, но без объема. Либо какая-то инсайдная информация начала поступать, либо еще что-нибудь. Ну, в общем, без объема так расти, это поединой идеи еще такой тренд. Ядрового контракта, это уже, наверное, до закрытия примерно, ну, там, на доллар-два может изменение быть. 1870, 1905. Добавим VWP еще для полноты картины. Среднеизвешенная цена, относительно еще объема. Так, здесь мы поставим нули, чтобы эти склонения не мешали. То есть, в принципе, динамика еще может сохраняться на рост, пока вот 70-ю не пробьет. То есть, это как раз нижняя граница ядра всего контракта, скажем так, нейтральные воды. То есть, пока котировка болтается в нейтральных водах, вероятность и на покупку, и на продажу решения достаточно высокая. Если выталкивают выше ядра контракта, тут мы читаем информацию, как байеры смогли толкнуть цену, расширить котировку выше, то есть, сделать цену дороже. Активность на ночных стороне, ну, с учетом дельты, там еще много деталей. Так, посмотрим, что там у нас по дельте. А здесь вот оно что. Обратите внимание на вот эту серию торговых сессий за байером. Ну, если взять, опустить 10-го числа, то здесь, ну, с 9-го числа по 18-е, буквально одна только сессия была и то, с небольшой дельтой на стороне продавца. Достаточно такой хороший период был на байерах, и, к сожалению, объем там не сверху проходил. Буквально пару сессий захватили как раз вот на развороте, а потом в легкую шли, причем без излишества, то есть, аккуратненько. Такое ощущение, как будто системно, аккуратно тащили котировку, либо прощаются, либо прощупывают, но объема там не было. То есть, это не ключевой импульс. Возможно, ключевой будет на возврате процентной ставки на фонке, либо же еще повышении, то есть, ну, как-то не разрулит эту ситуацию. Ну, в общем, массивы вот этих сессий, которые были на покупку, нужно взять на занеточку. Давайте дельту, где была дельта активно, выделим. Значит, здесь обязательно массив, 52,68. Тут две рядом сессии, здесь на импульсе, но все равно в том же диапазоне были активные байеры. Потом три восьмерочки уже какой раз в этом контракте мы с этим уровнем считаемся. И 45 это на сопротивление. Вот здесь вот шестнадцатый год, ой, не год, а цена. Два дня по одной цене там прошлись. Семинар, он размещен вроде на канале YouTube, но доступе будет тем, кто подписался на рассылку. То есть, там на YouTube-канале достаточно роликов скрытых, которые только для подписчиков. Если вы подписывались на информационную рассылку, вы будете просто в рассылке получать. И, видимо, не включили в рассылку с Wall Street Online. Скорее всего, просто менеджеры добавят, когда уже Wall Street Online подгрузится на YouTube. Вместе с Wall Street Online на выходные как раз посмотреть запись вебинара в среду, который был. Ну, скорее всего, такие мысли были, я так подозреваю. Либо не успели вчера выложить. Рассылка по архиву, она как таковой именно специально по архиву нет. Полезные материалы выкладываются иногда. Редко, но иногда могу я статью написать интересным с каким-то рассмотром темы. Ну, то есть, это не еженедельно. То есть, есть полезная тематика, выкладывается, нет. Если есть желание, то я скажу ребятам, они будут частенько снабжать вас хорошей информацией. Просто, чтобы не спамить и не надоедать, стараются только по делу. В записи вы его получите на почту в рассылке вместе с записью Wall Street Online. Грубо говоря, вам на почту должна в течение выходных прийти, даже не выходных, а завтра. Запись Wall Street Online и вебинар в среду. Также рекомендую, я разрешил открыть, там закрытым был вебинар, определение точки входа. Зайдите в плейлист «Полезные вебинары по объемному анализу», как это так он там называется. Посмотрите, там он должен появиться недавно. То есть, его не было. Вчера или позавчера его открыли. Так, ну, дельта, в принципе, якобы подтверждает рост, но это все достаточно как-то на тонком льду. И посмотрим, что у нас там с позициями. Перебрасывают из рук руки контракты, в общем, толком не открыли, не закрыли. На месте, без изменений. Ну, возможно, старички сбрасывают уже шорты. Тут буквально пару недель осталось. По бычьям они в последние две недели создают волатильность. Ну, выбрасывают, выходят сами. В общем, менее системные торги идут. Вот. Что очень плохо для системного трейдинга, для системного подхода. Так, буквально пробежимся по европейским. Вот. Наверное, с июньского начнем уже с индексом китайским. Тоже считаться, анализировать. Так, 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 так. ДАКС. Вот. 9200. Барьер преодолен. И мы возвращаемся опять в ядро контракта. Это хорошо. То есть, если вы в покупках, это хорошо. Стабильно держится динамика. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Шестая сессия. Ну, без этой. Если немножко закрыть глаза на то, что там буквально чуть-чуть опускались ниже предыдущей сессии. Ну, я про эти две. То в шесть сессий на рост, в принципе, неплохо. Вот. И достаточно системно, как видите. То есть, это не ажиотажный рост. По объему это тоже видно. То есть, остановить остановили. Но дальше не заряжают рынок топливом. Ждут. Видно новости. В ближайшее время произведут какие-то важные события. Либо все просто замерли в ожидании, чем закончится вся эта баталия с Британией. Нефтью. Весь тот тихий ужас, который происходит. Так. Физекс. Идентичная активность. Чуть-чуть поспокойнее, конечно. Но тоже вышли за WP. Средневзвешенный. Примерно здесь 28,36. Но эта формула в расчете идет за месяц. Чуть-чуть грубовато. Можно поставить в понедельник. Можно и по часам поставить. Но для такого масштаба здесь месяц больше подходит. Так. Ядро контракта начинается уже с 28. 8. Жалко, что не 3,8. Старая часть 30,45 по 29,67. А здесь как бы в довесок тормозили продажу. Первый массив. Потом три сессии сражались на расширение ниже. И вот снова вернулись. То есть здесь три разные периоды и разной активности. То есть это смешанная такая площадка. А старая площадка, она как раз не смешанная. Что здесь массивно создали на шорт. Что здесь создали на шорт. То есть это такая достаточно не смешанных кровей. Так. Тоже в ожидании какого-то события чуть-чуть относительно предыдущих периодов ликвидность снизилась. Ну те, кто ждут каких-то покупок или уже в покупках. То, что в Британии выходит и там Меркель тоже как бы на пределе. Ну не самый лучший период для долгосрочного инвестирования. Лучше подождать пока еще американского президента выберут. А в это время, не знаю там, покупать финские облигации какие-нибудь. Или исландские. В общем облигации страны, которые более порядочные и трудолюбящие люди. Вот. Ну вот их там покупать надо. Которые любят поработать. Так. РТС. 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 68 73 500 коридор ядра текущего контракта здесь ну последнее время достаточно хороший оборот идут можно даже текущие откорректировать до 150 мы поставим здесь 300 400 вот раз два три 4 5 6 вот седьмая на корректоз пошла 6 подряд сессии размеренного роста сессии как видите практически идентичны похожи на друг друга то есть монотонная системная покупка идет без ажиотажа без паники без кого-то резкого вливания даже по 10 грамм ликвидности можно заметить что происходит вот прям под линеечку две недели торговались ну что делать по крайней мере мы видим что пока закулисье без сторонних участников происходит то есть это системно работает микс ртс значит у тренда есть вопросы и очень ну к открытию покупок там на минимуме либо же такие поспешные ну аккуратнее потому что ловля падающих ножей там всегда опасная игра последний блокпост 164 500 с нефтью эти новости которые подписали договор потом оказались данные что это до уровня январских январской ну уровень добычи в январе а это в принципе практически ничего не подписали потом если условий это будет происходить ну в общем даже на крутых новостных ресурсах ну новость в этой нефти было написано достаточно открыто то есть но можно было заметить что там ничего не договорились ну нефта нефти от этого час евросоюз точно не страдает правильно это не дешевой нефти плохо только нефтедобывающим странам а это америки дешевую нефти сейчас накупит на годков 10 вперед забьют все консервы и еврос и еврос и евросоюз такой же можно сейчас сделать потом поднимутся на все закончили запасы снова так по поводу индекс ртс ликвидность есть но все пока так наиграно и ну нет такой в хорошей модельности то есть действительно когда участники расширяют котировку пока вот такие ожидания то есть четкого стабильного вектора что делать пока не сказали рынку красоты нужно плюс какая-то стабилизация по нефтянке с рублем так то уровне поддержки здесь три сессии даже четыре разворачивали вот и здесь уже второй раз на 75 76 500 ну по открытому интересу можно заметить как внутри сессии больше участники на рост открытого интереса реагируют чем на снижение ну на открытие новых сделок и на данный момент пик открытого интереса начали закупать уже с февраля то есть индекс уверенно растет вот с первого февраля пошли набирать начиная с 9 даже ну буквально вот один такой одна сессия была отрицательная ну отрицательным в плане уровень ниже предыдущего пятница ну чуть чуть хуже четверга но все равно уровень достаточно топовый вот 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 эти вот открытия позиции если подтвердить 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 нефтянка то я думаю ликвидности больше поступит и открывать позиции будет больше больше так бель там так бель там как и надежность сейчас на рынках такая и дельта то на байрах то на селлерах но котировка растет не важно там дельта на продажу но котировка все равно растет вот сегодня закрывается дневная сессия уже позади и почти тридцатку разместили без особых аномальных излишеств без выброса огромного объема ну 113 вот это объемчик и 68 ну да к примеру по ртс относительно вот этого коррекционного движения в пятницу среда плюс четверг там массивность на проверку должны поддержать если есть надо если фундаментальная информация устроит участников они будут дальше тарить в таре в таре в таре в таре в таре в таре торговая сессия аккуратнее не видел то есть все такое ощущение как будто к м там маркетмейкерскому алгоритму добрались женщины все все аккуратненько видите то есть симметрично прям как малевич так беремочку еще неделю м м м к м м м м честное лак я не в курсе что задумали Сауды. Что задумали американцы. Все равно никогда правду не узнаем. Рвать себе сердце. Портить нервы. Так, понедельник, вторник. Площадочка у нас. Тут плотненько-плотненько получилось. 71, 71,5. Ну, возьмем пошире. То есть до 70,700. Можно даже спокойно взять. Почти двадцатка. 70, 70, 400, 400, 440. Я за фундаментальный источник информации. Я не опровергаю. Наоборот, естественно, следствие, причина это все огромная власть. То есть фундаментального анализа. Давление на маркет. Я не про это. Просто вы написали, что Сауды хотят вытеснуть из рынка кого-то. Ну, я, допустим, не знаю, что они хотят. Я думаю, что они сами не знают, что они хотят. У них есть все, что еще можно хотеть. И вот уже третье мнение появилось. Что им скажут, то и делают. И в итоге вся наша дискуссия, что хотят сделать Сауды будет просто смешной для того, кто знает действительно информацию о том, что будет, о чем задумали Сауды. и Сауды тоже смешно. Я думаю, что там сценарии всей этой игры не такие предсказуемые, как нам бы хотелось. По поводу вовред себе, я думаю, с такой властью и сразу двух зайцев получается положить. Себе можно просто эту всю дешевую нефть закупить, загрузить там в эти хранилища по всем штатам. Потом уже можно спокойно поднимать цену, когда там просланцевые просланцевые добычу мне как показали, как это происходит. В эти впоры, расщелях, какой-то газ собирается. Это какой-то мир фантастики просто. Тут еле-еле пробурили дырку, чтобы там какая-то грязь пошла на наружу. И, слава богу, что не додумались поджечь ее. Вспомните, сколько лет просто газ как отходы сжигался при добыче нефти. Просто сжигался вот так вот. Факелы по всему северному стояли. Ну ладно, в общем, дискуссия на вечер это себе испорченное настроение. Так, значит, 7500. 71500 это первое ядро понедельник плюс вторник на поддержку возьмите. Были объемчики там простреливали по 100 штук за 15 минут активисты и среда стабильно ушла. В принципе, распространенная схемка. либо пятница либо понедельник корректируется к уровню ключевой поддержки. Ну, в данном случае здесь понедельник плюс вторник часть среды вот здесь уже третий раз в общем на среде тут массивность второго класса дополнительный уровень поддержки. Чуть темнее его сделаем, чтобы он выделялся. И полный разворот четверга так буквой м прощальным. Ну, там плюс фомка в общем аккуратненько откорректировались до следы размещения еще и до Америки как раз локация. И плюс уже здесь чуть-чуть вторника захватили. То есть, ну, желательно, чтобы 71-ю не продавили. 71-500 вообще класс был бы. А в самом лучшем случае это с понедельника уходят на сильвер пробивают 85-ю не продавили. Рубль возвращается к 25-ю 30-ю. На планете все живут мирно, всем всего хватает. и дальше идем рубль. и 2-ю. 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 3-ю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И он там говорит фразу, что на самом деле ад и рай находятся одновременно на планете сразу Немножко падают обороты по активности на рубле в этом контракте Ну, первая часть была очень поживиться-поживиться на простом тренде Не зря говорят, тренд is your friend, тренд твой друг Если идет, надо не упускать возможность Так, кто-то тут пофильтровал, тут что попало Сейчас подкорректирую Так, у нас тут боковичок Но попытки были продавить 75-76 и снова их встретили, но уже не так ликвидно Тут буквально 5500, 5400, здесь идентично И упал объем Но ниже среднеизвешенной EWP уже отлично, уже хорошо Вот как раз три сессии Пытаются оттолкнуться от этого уровня И надеемся, что это прощальный ПА Рубля перед Движением И пробитим Уже на третий раз В 75-й Если 75-я будет задача выполнена То у нас 73, 272 Ну, не то чтобы прям блокпост, но уровень надо пробить Это начало контракта Это первый массив, который ключевой Стартовый, грубо говоря То есть, стартовая точка нового контракта Если его продавят, то Юнский, скорее всего, будет ниже торговаться открытие этого контракта И за бизнес-сезон, я думаю, как-то укрепить смогут позицию рубля Но новый контракт, там уже обычно идут торги, но мелкие еще Видите, сессия, в общем, 85 тонн Ну, это самое вот По двадцатке было Вот, 20 тысяч контрактов Это самое оно Так, ну, здесь проскел, конечно, 50 Поэтому Там просто бы стакал был бы Как в пустыне Оазисы То там, где-то, то там Активность еще По объему, как такого, нет Но цена, видите, какая 79,830 А на мартовском 70 7,900 Интересно Надо это себе записать Проследить за этим Моментом Так 76,750 75,650 Тут буквально вот Свежие поддержки По самим же Отработкам Как раз этого диапазона Достаточно так уже Четко Трясован Уровень сопротивления На 79,480 800,350 Прям Вот так и выделяем его Для рубрика Желательно Выше Туда не ходить Нулевая реверсивность Уже на 72 А там Начало уже Юнинского контракта Тренд Наверное Будет какой-то Я думаю Однонаправленный По крайней мере Хочется так Чтоб было Осень Весна Бизнес-сезон И обычно Именно в эти Периоды идет Либо сильный тренд Либо Стабильный То есть Постоянная Активность Но Последнее время Я думаю Что это Финансовый рынок Меньше волнует Именно тренд Потому что Они Вот этими Высокочастотниками По чуть-чуть По чуть-чуть И Зарабатывают То что Раньше Зарабатывали Только на Тренде Стабильном То есть Их особый Тренд Сейчас Не волнует Логично Раньше Финансистам Надо было Простоять Столько-то Долларов Наверх Чтобы заработать Столько-то Миллионов А сейчас Не надо Им стоять Наверх Просто Чтобы В этом Коридоре Болталась Кривая Они Там На этих Высокочастотниках Еще больше Миллионов Могут Сделать Поэтому В последнее Время Вот С таким Ну Если бы Не Напечатание Печатные Станки Евросоюз И Штатов Наверное Вообще В принципе Понятие Как тренд Скоро Исчезнет Сейчас Мы Спот Посмотрим Да Да Кстати Какие-то Дискуссии Допустим Вот Мы 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 Про То Что Крупным Участникам Уже По сути Как таковой Долгосрочный Длинный Тренд Не Нужен Так Как Они Могут Разными Алгоритмами Мощными Алгоритмами По чуть-чуть На мелких Таймах Себе Формировать Достаточно Огромный Кэш Можно На фейсбук Создали Группу Волстит Онлайн Там Периодически Делятся Участники Информацией Материалом Какими-то Мыслями Анализом Книгами Периодически Можно Там Заводить Дискуссию Обсуждать В рамках Культурного Приличия Без Поножовщины Вот То есть Без Компания Конструктивно Каждый Может Высказать Своё мнение Что думает По этому поводу Если Ещё С какими-то Подтверждающими Информационными Блоками Вообще Будет Класс 77 Надо Перепроверить Потому что Этот USD Руб Может Today Очень Оказаться Легко Так 77 27 785 Это У нас Ну За квартал В общем По Спотам Сейчас Осветление Нижнее Сделаю Что Видно Было Так Ну Ровная Ровная Активность Тут Каких-то Сверх Аномальных Проскакивало Только Во вторник Активность Точечная Я называю Это точечная Ликвидность То есть В определенной Надо Создать импульс И потом Снова Затихли Видите Как пропасть Простые Смертные Так 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 Я вижу Тоже Оптимист Бейджи Про Простых Смертных Думают Еще Я Сомневаюсь Видели Заставку На Этом Перед Трансляцией Там Яхта Такая И Написано Цитата Паника Лишь Утратив Все Обретаешь Свободу И такая Яхта За Несколько Миллионов Долларов Так Тут Три Массивности Без Объемного Анализа Можно Выделить Четко Все По Ключевым Ценникам 75 75 50 Тут Саппорт Потом Второго Ранга Саппорт 76 15 76 50 Аккуратненько Вот Это Понимаю Наспорт Так 77 20 Это Ядро Контракта И Ой Какому Контракту Недели Сейчас Мы Контракт Еще Посмотрим Это На Споте И Нам Нужен Дневной Вот Тоже Спот Отлично Вот Здесь Видите Здесь Пробил Был Практически Объемных Сессий И Не Было Даже Таких Массивов Долго Формирующих Площадку То есть Две остановки 71 Следующая Остановка 75 То есть Вот этот Провал В принципе Ну Нам Буквально На 73 Там Вот Две Сессии Чуть Постояли Постояли Но Здесь Как бы Вот этот Пробел Рассчитывать В качестве Там Заполнения Как Гэпом Я не думаю Что Непосредственно Валюта Валюта Российской Федерации Будет Думать Про Этот Мини Гэп Скажем Так То есть Провал Такой В торговле То есть Я думаю Будут Так же Считаться Как и С другими Ценами Но Вот Площадка Где Достаточно Огромное Количество Размещалось Это Тут Плотно Просто Плотно Плотно С каждой Сессии И все Дальше Дальше А здесь Уже Тормозили Похожая Модель Была Весной Марте Да Литом В апреле Когда Тоже Скачок Произошел Центробанк Мешался Вот То есть Размещение Уже Не центробанка На сопротивление Это Вот Вот То есть Вот Это Активность ЦБ Это Уже Потом Своя Площадка На сопротивление Кстати Читал Документацию О Маркетмейкерах На российском Срочном рынке Не так уж Много Первоначальных Финансов Нужно На То Чтобы Получить Статус Маркетмейкера И В принципе Быть В каких-то Договоренностях С Биржей На Лондонской Бирже Металлов Тоже Там Небольшой Назакэш То есть Там По Поставным Этим Всем Документам Так И Вот У нас Островок Перегрузка Значит Уже Четко Три Раза Не Пускают 75 30 70 6 6 Прям Уж Как-то Подозрительно Уходим Ниже Этого Уровня Поддержки Рубль Я думаю Уже Будет Тяжело Остановить Уже Дритая На Семьдесятом Притормозят Тогда Вот Ну Чем Ча 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 Атакуют Тем Больше Вероятность Что Ее Все Таки Пробьют Это Одному Баррелю Нефти Известно Так Открыт Интерес Открыт Интерес Рублика Сейчас Интерес Так, открытый интерес по рублю, какая-то плохая разгрузилась по 86, какой-то плохой маркет-мейкер этому разгрузчику выдал встречный ордер. Так, в принципе, активность в рабочем режиме идет, та повышенная, которая была на торможение вот этого безумия, она пропала и, собственно, открытый интерес просто в рабочем режиме идет. Я думаю, тут просто с 23 числа отдельно нужно смотреть на динамику без сравнения с вот этой активностью, которая была с 13 числа по там 20. Тоже в ожидании, в общем, маркет, это не есть хорошо для торговли. Когда рынок ждет, это постоянная смена направления, это ужас. Все вроде хорошо, сделка пошла, ждешь, открывается Америка, там, допустим, в ЛБЖ. Америка закрылась, Азия, Европа, петеровку куда-то утащили. Ну, что ж такое. Так, рубль, спекулятивный уровень поддержки у нас тут однозначно ночная сессия среды и полчетверга, заслуженный приз. Вторая поддержка, это опять же четверг плюс уже пятница. Ну, и плита, потолок понедельника, 78,200, 78,640. Два дня был достаточно хороший импульс. Фактически, нулевая реверсивность достигнута на рубле. Посмотрим, как уйдут под 76. Так, мы недавно добавили «Газпром Сбербанк» акции в список, но будет меньше рассматриваться фунт. И нефть будет только две марки. Тут тоже поверхностно, чтобы вы видели состояние основных акций фондового рынка. Они являются первыми маячками на движениях. Ну, по «Газпрому» за этот квартал пятерка за исполнение модели «Голова и Плечи». Я думаю, неплохо получилось, чемпион. Значит, 38 по 39 это таймфрейм. Ну, вот, видите, с 2015-го, коротко, 23-го, 2015-го и по текущий день. То есть, это, грубо говоря, максимально важный уровень. Тут были год назад, пару раз подходили, и это уже раз в шестой, в седьмой. То есть, пробитие 139 и поход на 40 это ключевое для «Газпрома». И не рекорды, но все равно вернет уверенность другим финансистам. Другие начнут нефтяники затариваться акциями. И цепочка пойдет на восстановление, собственно. И мы на этом должны тоже поживиться. Так, 132-136 это за этот весь ужас сформировался коридор плотный по объему. 132-136 это как экватор. Это северная часть глобуса, это южная. Нужно, чтобы удерживали выше экватора цену. Чем дольше, тем лучше. Тут у нас получается «Газпром» раз, два, три, четыре, пять сессий, шесть сессий рост. Сбербанк. Так. Что-то с котировкой намудрили. Это вторая какая-то. Это вторая какая-то. Ликвидность была только 16-го, потом снова вернулись на рабочую. И либо мы будем наблюдать такой, как бы, разминку перед пробитием 139-138. Либо все-таки опять будут корректироваться. Ну, это уже как дополнительные рынки помогут, а нет. То есть, если нефтянка начнет хотя бы там до 50-60 восстанавливаться, в принципе, будет неплохо. Можете себе записать. Выше 5 миллионов за сессию оборот. Это уже признак того, что надвигается... Да, все оракулы про них такое говорят. Про что? Кто? Кто что? Какие такие оракулы? Так. Сейчас. Ну, а что они скажут? Грик, вас так зовут? Они же не будут говорить, что до сотки сейчас дойдут. Потому что это маловероятно. Тут резко избыток нет, а тут через неделю сразу надо на 100 ее гнать. Естественно, они будут говорить 40-50. 70. Ну... Так, это Газпром, в общем, картинка за сессию по Дельте. 16-го числа ударная была сессия на стороне Байера. 134, 600, 136, 20 коридоров мониторить. Если будет Байера очень яростно отстаивать этот коридорчик, он, в принципе, у нас на фоне этого массива до 133 и 20. Может варьироваться, если включить дополнительную неделю вот этим в расчет массива. не должны пустить ниже. Тогда есть больше уверенности на том, что Байера будет дальше сталкать тренировку. В соответствии с подтверждением нефтянки. Сбербанк. Так, Сбербанк меня, конечно, удивил. В пятницу такой объем бабахнуть. Так. Здесь тоже 17-го числа. Неплохо поработали Байера. Все остальное по нулям в ближайшие две недели было. И вот 5800. Интересное такое событие пропустил. Что-то с таким объемом-то делали. А, это может маркетолог сразу разгружался. Да нет, вот столько сразу в одну. Эти-то понятно. Тут две, само собой, ликвидности идентичные. Полтора миллион пятьсот и миллион пятьсот. А здесь семь миллионов зашло по сто второе. Посмотрим, что там как отпляшут эти цены. Там уже будем вести расследование. Евро. Не переключился. Так, вот в общем, до 1.14 дошли и выходят. Все. Кина не будет. Сбрасывают покупки. И снова надо набор ликвидности, чтобы возобновить. Плюс вот этот в этой неделе последняя на ликвидности была, наверное, самая слабенькая в 2016 году. Ну, с 2016. А эти все про нефть. дискуссии эти, они же все бесполезны. в мае может оказаться, что перед смертью Николай Тесла оставил человечеству какую-то свою разработку по какому-то аккумулятору, который хранит очень долго и много электроэнергии. И сейчас этими аккумуляторами во все машины поставят и будут ездить на электричестве. То есть как только найдется замена нефти, ее сразу же скинут. Она будет ненужная. Вот. То есть поэтому смысл обсуждать. Как этот наставник говорит дело-то чего. так еврик значит сбрасывают обороты на 1.14 дошли и возьмите на заметочку здесь остановили вопрос по Евросоюзу выход Британии Меркель я как бы даже буду представить какой результат еще может быть хуже но может быть такого что Евросоюза как такого нет не будет и собственно кому эта валюта нужна будет франк уже заранее отвязался вот фунты как были так и были фунтами они там вообще изолировано как живут останется Франция там получается Италия до Испания мучиться все как-то там с этой валютой могут дотянуться там до ручки и все и потом они свою валюту опять заберут вот так что аккуратнее в общем с евровалютой сейчас не самая хорошая эпоха так ну давайте посмотрим по дельте все-таки что же там а там как всегда там как всегда надо тиг дирк включать потому что так самая чистая дельта на всем фьючерс нам рынке так клацер профайл 15-минутный и пойдем на золото конечно я немножко устал уже под вечер пятницы но пошутить над флешмобом на евро USD на чикагской бирже просто я не могу ну как можно было так все театрально отработать все 5 ну не 5 4 сессии так точно молодцы но уже есть прогресс банкиры начали как говорится с более координирование себя вести коллективно то есть превращается просто в team building какой-нибудь такой молодцы нам же проще модель на покупку 2 вида модель на продажу 3 вида все хорошо пойдет причем все 3 сессии это ну кроме это не сильно такая уж и четкая вот все 3 модели на покупку вот можете даже сохранить где-нибудь на всякий случай там в дальнейшем увидите единственное только условие в них не выполняется до сих пор ну не выполнялось у каждой сессии а у этой тоже еще не выполняется так ну так как это лидер по ликвидности поэтому берем эти две разворотки 4 пятерки и 10 80 как ориентирный уровень поддержки почему ориентирный потому что де-факто неделя у нас торгуется не с хорошим результатом для байеров да то есть больше победа селлеров ядро не пробьют ну все значит на юг ну плюс еще результаты этого всего театрального представления северосоюзом и британией все вроде как бы неожиданно так вообще никто даже не думал так 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 ну вот до референдита на потом выборы президента америки просто не год высококосный год да это 2016 так вот это вот должно быть красным цветом я почему-то вот таким несчастным цветом выделил ну вторник тут как-то продались и остальные все сессии коварника ведут себя вроде на покупку но дальше расширят ниже в легкую могут пробить до 1.12 вот как делают это сейчас в пятницу пробили полностью с 4 в таком формате есть шансы на возобновление динамики к 1.14 там уже как решит меркель с этими британцами оставаться евросоюза либо же нет когда уже и франция пойдет кризисом тогда развалится полностью уже это все евросоюз у них начнется период после как у нас говорят после развала после развала советского союза и у них там будет тоже по типу как у нас 90 наверное только более культурно так ну на еврике в общем такая сетка уровней здесь ничего сложного понедельник плюс торник на сопротивление четверг плюс пятница на поддержку ядро в районе 11.55 11.28 тут интересно золото сколько там уже там не в сроках дела в самом союзе всех же там достаточно неплохо обманули типа мол давайте объединимся будем крепким 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 союзом а у кого в европе не спросишь как живется до евросоюза либо французы так и говорят когда история скажет ну до союза у нас хорошо жили а вот эта валюта европейская она многих сделана несчастными так сейчас я сбился столбом и выставлю понятно тогда что она серая такая так на золотишке у нас идет рост да спрос мы в принципе рассчитывали что он будет кто помнит кто давно на фьючерсном рынке либо же там золотом торгует только плохо все на фондовом все бегут оттуда сюда на металлы на золото на то что нельзя сжечь хотя можно и золото сжечь если захотеть ну здесь тоже стараются финансисты уже не просто хаотично график рисуют ну подходит с творческой стороны молодцы привет приятно посмотреть называется крючок рыболовский крючок вот вот вы написали марио драги на последнем заседании намекнул что дорогой евро плохо влияет на рост экономики на рост экономики плохо влияет сам драга вместе с его там помощниками а не сам дорогой евро у них за головой плохо все ему и дорогой евро будет мешать и дешевый евро будет мешать и вообще никакой евро будет тоже ему мешать надо же куда-то это все оправдание в общем найти кого на кого спихнуть проблему это не не проблема а решить проблему к сожалению пока вот не драга не решил не меркель а золото растет так с 1060 по 1090 это отправная точка давайте возьмем за год сейчас прошли уже 85 и встретили 1232 пик за год на склейке контрактов ядро получается у нас 1210 это как кругло чтобы вам запомнить было легче и 1175 вот у нас ядрышко ну в хозяева это монополисты финансового рынка там соответственно все крупные банки это являются хозяева разных территорий ой на золоте может быть да здесь надолго может быть во первых сама инфляция во всех валютах она в любом случае есть куда бы они там ее не ныкали не сжигали эту валюту все равно излишек кэша будет куда-то где-то расстаиваться будет то есть на фондовом рынке это постоянный рост то есть вся инфляция туда спихивается и пожалуйста вот вам и рост фондового рынка на пустом месте с плохими показателями экономическими то же самое на золоте сейчас перед обама есть там думаете там в европе или америке особо люди тоже в финансах разбираются знают просто что акции это часть компании у меня в руке прямо там или под подушкой все они будут покупать акции если акции падают во что верить во что верить как не золотой стандарт особенно если посмотреть эти фишки по золотым ой совсем уже к концу недели плохой стал эти фи-фи понятно так где у нас тут только только золотом как такого у нас нет так на майсексе не нам надо не майсекс странно что на майсе нету в общем там хватает этих идти фишек по золоту добычи золота потом производство украшений там каких-нибудь даже когда S&P торгуешь мониторишь крупные акции компания влиятельная в S&P как бы Bank of America естественно JP Morgan CD Group ну и нефтяники у них там HOMKA и Chevron нефть падает в ухо Exxon mobil зарабатывает акция растет я знаю да просто я прийти фишки пока будут на этих фишках боятся которые по золотам нефть за неделю возьмем тут почему тут ключи отключены многие эти фишки у меня ну на этом на аккаунте в этой семье я просто ни разу не не знаком с ним в общем напомните на следующего свет онлайн откроем эти фишки по золоту я в течении недели скажу что активировали на этом аккаунте и акции золота будущее компании час нефти все разбегаемся бренд 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 байда точно помню когда начал уйти хороший ликвид 13.01 я писал обзор ну что разворот нужно ждать только когда начнут сильно объемно идти торги и вот они пока идут объемно, но стоят ждут, видно ждут с раном когда договорятся, только договорятся сразу же отпустят котировку за 36.35 вот и ликвидность видите, обороты идут уже с конца января я думал там по-быстрому все сделают но когда дата будет именно утверждение с раном этим по квотам не знал ну теперь понятно так на CL значит что здесь как бы говорить о системности будет достаточно неправильно потому что рынок сейчас направлен на новость и никак он не системно торгуется а чисто по на реакцию то есть сейчас только работать нужно с ориентиром по уровням поэтому реакция это самое важное здесь 3,4,3,6 это уже атакуют сколько раз? 2,3,4,5,6,7 сессии 8,9,10 10 сессий уже такое здесь были порядка 1,2,3,4,6 то есть шансы есть шансы есть если вы ранее добрые добрые люди которые еще и неплохо соображают потому что даже если они в принципе понизят обороты то просто будут за счет более дорогого барреля нефти зарабатывать ну примерно такой же кэш чем много дешевой нефти продавать золото будут покупать пока не выберут американского президента грубо говоря у аппарата останется та же команда либо же придут какие-то там не знаю кто там еще может посметь прийти к власти ну как эти экономисты сказали в расчетах будет Дональд Трамп а у него уже за эти годы там совсем износилась психика так в общем я уже честно говоря подустал в среду встретимся и на лосфит онлайн в следующую пятницу кому не сложно на ютюбе поставьте лайк до свидания хорошего уикенда берегите себя скоро весна бодрее веселее выше нос до следующего нового цвета лосфит онлайн Продолжение следует...